А как ты с Татей разговариваешь? Покажите нам, пожалуйста. Я поеду туда, на крат. Да, окей. А поближе к краю ты можешь шагнуть? Да. Да, вперед как бы двинуться. До какого края ты можешь дойти, вот вообще максимально? У него было семь дочерей и ни одного сына. А он очень хотел иметь сына, которому можно было бы оставить хозяйство, и скот, который бы стал его, пастуха Махаза, продолжением в будущей жизни, когда Махаза уже на этом свете не будет. Русдрам продолжает популяризировать творчество Фазиля Искандера. На этот раз на сцене покажут историю пастуха Махаза. Это одна из ключевых новелл-цикла Сандро Исчигема. Ее в рамках режиссерской лаборатории осенью прошлого года выбрала для получасового эскиза режиссер Олеся Невмиржицкая. Фазиль Искандер со школы был знаком, но очень неподробно. Ничего кроме имени не осталось в памяти. А сейчас, в связи с лабораторией, я уже практически специалист. Очень много всего прочитала. Махаза выбирала довольно долго, но вот это была любовь с первого взгляда. То есть сначала я даже предлагала другое название, а потом, когда нашла Махаза, поняла, что это очень близко для меня история по теме, ну, по большой теме, так скажем. Вот для меня вот именно то, что меня зацепило, это то, что это история о семье. Это семейная история про отца, про детей. Вот для меня это кажется то, что близко каждому человеку. Мы все родом из семьи в любом случае. У нас прекрасная рабочая обстановка, труппа сильная, очень сильная труппа. И, конечно, работать одно удовольствие, уезжать не хочется. Я уже почти скучаю. Олеся Невмиржицкая окончила сразу два факультета ГИТИСа – актерский и режиссерский мастерские из Бруева и Хейфица. Семь лет преподает в родной академии мастерство актера, а параллельно ставит спектакли на московских и региональных сценах. По словам Ираклия Хинба, над пастухом Махазом работает сплоченная и талантливая группа – от режиссера и актеров до специалистов по свету. В качестве художника по свету приглашен очень крупный российский мастер. Четырежды лауреат премии «Золотая маска», четырежды как художник по свету. Это, по-моему, очень уникально. Случа таких нет. Сергей Васильев. Мы, конечно, рады, что мы смогли его к нам привезти. Это, мягко говоря, не очень просто все, но это получилось. Вот он сейчас сидит там и работает над световой партитурой. Художник-постановщик Виталий Янкович Кацпан, наш главный художник. Художник по костюму Наташа Шпанова. Ну вот, это спектакль, я вам так скажу, сформулирую, чтобы понятно было. Вот для чего зритель приходит в театр, я всегда об этом говорю. И главное, это то, чтобы посмеяться и поплакать. Вот эти две полярные, значит, эмоции, которые, если в одном спектакле это происходит со зрителем, то, значит, спектакль зрителю нравится. Это вот закон просто театра. Поэтому вот этот спектакль, он сидит очень легкий, он такой прозрачный, он воздушный, при этом обладающий очень мощной драматической силой. Там есть сцены, конечно, невероятные. И почему вот Сайт Ласб выбран на главную роль? Мне кажется, вот в нем, как в актере, есть какая-то загадка, какая-то тайна невысказанная. Что-то в нем больше внутри, чем то, что он демонстрирует в жизни. И даже на сцене, может быть. И вот интересно, а Махаза – это все-таки человек с этой загадкой. Это такой вот мужчина, который держит свое слово. А сейчас это уже не так часто, к сожалению, происходит в нашей жизни. По сюжету Искандеровской новеллы, пастух Махаз с женой Машей, роль которой исполнит Симона Смафопула, растит с семерых дочерей в Чигеме и мечтает, чтобы Маша когда-нибудь родила ему сына. Дочери растут, и однажды Маша предлагает Махазу отправить старшую дочь Маяну в город на учебу. Девушку поместили у дальнего родственника Маши, работавшего в магазине, и готового вот-вот лопнуть от полноты достатка, как говорила о нем Маша. И вот через четыре месяца Маяна, бросив школу, внезапно возвращается в Чигем. Исполнитель роли антипода главного героя Шалико Джамбул-Жордане однозначно отвечает на вопрос, почему стоит идти на премьеру пастуха Махаза. «Хотя бы потому, что это фазиль. Вот это первый, я думаю, который может сто других аргументов перекрыть. Это фазиль, правда, фазиль – это наше все. Я могу со всей ответственностью сказать, что это будет что-то очень новое, не похожее на предыдущие наши работы, что крайне радует. И я очень хочу надеяться, что зритель воспримет это, как мы планируем, как хотелось бы, а может даже и больше. Это будет что-то очень интересное, не похожее на то, что мы делали до этого спектакля. Мне на этот раз досталась роль Шалико, того самого злодея, из-за которого Махаз стал другим Махазом. И вот я стараюсь, борюсь с собой, стараюсь сделать что-то интересное для себя, новое». Постановка содержит элементы абхазского колорита, включая народные песни, но при этом спектакль об универсальных ценностях, об основополагающих вопросах бытия каждого человека, независимо от его национальности и культуры.